Ребята, всем привет! Заметила такую особенность на канале. Как только я снимаю какой-то короткий ролик, вообще, знаете, там, ну грустный, ничего в нем интересного нету, вы так много комментируете, а когда я снимаю какой-то интересный ролик, комментариев на нем нет и просмотров мало. Ничего не могу понять. Ну ладно. Сейчас у Милены идет информатика. Милена, как бы так сказать, это самый мой нелюбимый предмет в обучении онлайн, потому что Милена особо ничего не понимает, что надо делать. Сейчас мы, она, учитель говорит, что там нужно открыть у нас этот программа Teams на русском языке. Вот это самое такое приложение, программа, не знаю, она занимается на компьютере. Там, значит, нужно было, потом я уже села, стала слушать там, что происходит, что нужно делать. В общем, задача была вообще зайти на этот, на Outlook и написать письмо коллеге. То есть написать письмо коллеге, добавить в копию учителя, чтобы она тоже это письмо получила. Это как домашнее задание на отметку. Я не знаю, у нас в школе, конечно, в России была информатика, но я вообще не знаю, что они там делали, если честно. Даже когда я училась в школе, для меня было вообще непонятно, что мы делали на этом дурацком уроке информатики. Мне этот Basic и Pascal вообще не нужен. Изучать, как писать эти программы, это мне вообще не нужно было. Блин, я сама училась, как пользоваться компьютером надо, куда надо нажимать, для чего папка это, для чего диск С, для чего диск Д и так далее, и так далее. Почему нас этому не учили в школе, я понятия не имею. То есть нас учили тому, что нам вообще не нужно было, по сути, никогда в жизни. А нажать пальцем, включить компьютер, и что нужно сделать, если, например, вирус попал, какие программы используют. Нам это ничего не говорили, мы сами разбирались и так далее. И меня это так, знаете, злит в наших школах, что не учат пользоваться электронной почтой, писать письмо, не учат, где эти английские буквы, как работать с клавиатурой, где есть быстрые клавиши, как там пробел, как сделать скриншот. Меня это вообще удивляет. Нафига давать детям ту информацию, которая им никогда не пригодится. Кто пойдет учиться в информатику, тот и будет составлять программы. Вот мне вот вообще непонятно это. Если даже, например, ну вот напишите мне, вот вы изучали, проходили информатику, пусть это будет советское время, да? Ну, в советское время не было компьютеров, да? Ну, давайте возьмем, кто моего возраста, кто в 80-е, там, 90-е годы учился в школе, и у вас была информатика. Вот поделитесь, вы тоже проходили ту же ерунду, что и я проходила? Я вот, честное слово, мне казалось, что информатика, это, как сказать, мы туда приходили, делали какие-то непонятные задачи в тетрадке, писали, потом их записывали на компьютере. Я даже не помню, какой был результат. Вот из всего того, что я запомнила, я помню, что я только писала вот эти задачи, которые я вообще не понимала, что от меня хотят, что я должна там писать. И там, типа, в конце должен был получиться какой-то короткий мультик. Человек, который не умеет пользоваться компьютером априори, он не сможет сделать мультик, потому что он не знает, как пользоваться просто компьютером. Куда надо нажимать, где этот мультик надо создавать, как войти в эту программу и так далее. А потом мы? Не, это я разговариваю. Я думала, папа пришёл. А что, голос папин, что ли? А, что я так разговаривала? Я разговариваю со зрителями. Прибежала аж из комнаты во время урока, думала, папа пришёл. Ну и вот. И, значит, когда я пошла в колледж, потом в университет, у нас был урок информатики. У нас не учили устанавливать какие-то программы. Я вообще не представляю. Мы всё то же самое, мы решали эти какие-то задачи. Я даже не помню, какие. Зато сейчас я сидела, например, сама разбиралась, если у меня какая-то проблема в компьютере, я могу это всё сама решить. Ну, практически всё, да. Если там касается каких-то сложных задач, я звоню уже своему приятелю, который лечит компьютеры. Но меня это прям настолько раздражало, что мне нужно было на информатике вот эти задачи решать. Я, почему не учат каким-то насущным бытовым каким-то проблемам, да, с которыми человек может столкнуться во взрослой жизни. Написать резюме ему надо в компьютере составить, в фотошопе сделать что-то. Красиво, да, если он закончил там этот институт, ему нужно устраиваться на работу, он должен просто писать эти задачки. А не важно, как он там резюме это в своём составе, да, для меня вот это вообще непонятно. Детей учат не тому, что нужно, честно скажу. И меня вот всегда вот это вот возмущало внутри. Я не хотела учиться, потому что мне не нравилось, как нам преподают историю. У нас была учительница такая, она была в возрасте, ей было 70 с лишним лет. И мне было просто скучно сидеть, 40 минут что-то слушать, я не воспринимаю информацию. Вот мне надо, чтобы меня увлекли чем-то интересным. То же самое была география. У меня вечно история мне была неинтересной, я её не изучала. Подана была просто, ну, неинтересно. То же самое было с географией. И учительница была тоже неинтересна, они все были в возрасте, в 60-м, я не знаю, может быть, 70 лет им было, где-то так я сейчас вот вспоминаю. Абсолютно ничего интересного не было. Хотя можно было ещё на те годы, ещё можно было всю эту информацию давать интересно. Но все как привыкли вот эту информацию давать вот так, по этой указкой по доске показывать и написать тему, а потом 40 минут просто что-то говорить. То есть не вести какие-то диалоги, не в каких-то форме игр, чтобы это было интересно. Не важно, в каком классе учимся, да. У нас это с какого там, с пятого класса география. У нас была интересная физика, у нас была интересная биология, потому что мы там что-то делали. У нас были интересные учителя, которые что-то рассказывали. В общем, меня завело то, что мы не можем подключиться, ну, не смогли там понять, что нужно делать, потому что ребёнка этому не научили, как открыть имейл и написать письмо приятелю. Вот и всё. Такие у меня сегодня эмоции. Не знаю, что будет дальше. Но, в общем, я вам рассказала то, какие предметы я не любила. Я любила те предметы, которые меня увлекали. Я любила очень русский язык. У нас была учительница, но она просто, ну, харизматичная. Я не знаю, может быть, я просто так воспринимаю информацию. Мне нужно, чтобы меня учил человек с харизмой, которого хотелось слушать, открыть рот и запоминать, и впитывать всю информацию. А когда человек никакой, просто там что-то бубнит, шепчет, рассказывает, я не воспринимаю. Мне не интересно, я не слушаю, я занимаюсь своими делами. Ну, вот что я могу с этим поделать? Ну, наверное, так везде есть, я не знаю. Мне хочется, чтобы уроки проходили, наглядно показывали какие-то там картинки. На тот момент был принтер, можно было распечатать какие-то, я не знаю, там что. Были эти проекторы, можно было что-то на проекторах делать, рассказывать, да, вот ту же самую историю, там, географию. И у меня была одна такая интересная история на уроке географии, значит, я её терпеть не могла. Учителя не любила, предмет этот не любила. И, значит, она меня всё время спрашивала. То есть она спрашивает домашнее задание, там, кто готов? Там никто, и она, значит, по списку там меня называет. Я, значит, встаю и говорю, я не готова. Но я не сделала домашнее задание. Это был, по-моему, 10 или 9 класс, не помню уже. И я, значит, села на два. И так у меня в ряду, знаете, через одну там двояка стояла. То есть и вот так у каждого она спрашивала. Потому что никто не хотел делать эту географию. Она была для нас неинтересной. И тут, значит, была интересная тема, связанная с Африкой. Представляете, сколько лет прошло, я это помню. Где нужно было написать доклад, значит, какие эти, ну, что там находится в Африке. Значит, какие страны, где расположены. И немножко что-то о каждой стране. И мне так было интересно выполнить это задание. И я его выполнила, все это сделала, подготовилась. И, значит, она меня такая опять спрашивает, типа, Ирина. Я, значит, вышла к доске, все рассказала. Она мне поставила пятерку. Я думаю, классно. Потому что мне тема была интересна. И я, значит, села. На следующий урок она задала опять что-то. Неинтересное. Мне не хотелось это делать. Это было неинтересно. И я это не делала. И она мне опять, Ирина. Я говорю, я не готова. Я так и знала. Два. Это, знаете, как, типа, вот, в прошлый раз, типа, пятерку получила, теперь можешь и двойку получить. То есть такое ощущение, что она специально, знаете, там, это, проверяла. Меня там, всех она так проверяла. Типа, ага, в тот раз подготовилась, а в этот раз не подготовилась. Двойка тебе. Типа, вот, я же знала, что ты не подготовишься. Двойка. Так что я учила только то, что мне нравилось учить. Когда я училась в колледже, у меня тоже были преподаватели. Но у меня там практически, у меня все преподаватели были харизматичные. Ой, кроме одного. Одного мы вообще терпеть не могли. Мы даже на него жалобу писали в колледже, что он, девчонок, домогался. Представляете? И, значит, в колледже были все классные преподаватели. Все были харизматичные. Очень любила управление персоналом. Кстати говоря, у нас был педагог. И я, представляете, я его помню до сих пор. Афсеп Возрикович. По-моему, он армянин. Но могу ошибаться. Да, армянин, у него армянская фамилия. И он такие интересные, классные, давал нам игры. Классные, давал. Так мы проводили время. То есть, ну, масса было интересного всего. Информатику я вообще не помню. Чушню какую-то сидели там, опять строчили эти задачки. Вот честное слово, да, вот это и делали. И не выходили из класса, пока мы эти задачки не напишем. Дурацкие. Ну, в общем. И, значит, а когда уже училась я в университете, у нас были эти заочные занятия. Занятия, потому что я уже не училась очно, я училась заочно. Там уже особо не до педагога, потому что нужно было просто писать все лекции, потом сидеть дома учить. Для меня вот и любимое время это было, знаете, когда школа, колледж, университет. Лучшее время у меня было в колледже, потому что мне там было интересно. Там действительно были интересные занятия. И педагоги были все харизматичные, которые рассказывали все очень интересно. И, как бы, вот такой у меня опыт. Что-то мне сегодня захотелось вам рассказать про школу. Но это еще не все истории со школы. Я вам потом еще расскажу. У меня их очень много. Вообще у меня очень много историй всяких разных интересных. Ну, ладно, до них мы еще дойдем. Все. Пока. Пишите ваши истории. Любили ли вы информатику? Вообще хорошая ли у вас была информатика? Или вы тоже решали вот эти вот задачки? Если вы решали задачки, то пригодились ли они вам? Ну, понятное дело, если вы пошли в программирование, например, то они вам понадобились. Поэтому из моего класса у нас было сколько там? 25-30 человек. Из моего класса эти задачки не пригодились никому. Абсолютно. Ладно, все, ребята. Пока. Увидимся позже.